По мнению многих, эти дети редко выбираются из дома. Имея в своей биографии тяжелую болезнь, они вынуждены каждый день бороться с ней. Но сегодня они доказали, что сильнее некоторых здоровых людей. Сегодня мы собрались для того, чтобы провести мероприятие, посвященное, скажем так, победе нашей паралимпийской сборной на зимних играх в Сочи. Вообще это для нас новое, вот это новое введение. Мы просто посовещались со спорткомитетом. Просто дети-инвалиды у нас остаются вообще невостребованными. Если для взрослых мы еще проводим мероприятия, то дети-инвалиды как-то остаются в стороне. А несмотря на то, что они болеют, они тоже хотят заниматься спортом. Они, спорткомитет поддержали нашу идею и всецело помогли нам. То есть полностью все организовали. С нашей стороны только было пригласить детей. В Спартакиаде приняли участие дети от 3 до 12 лет. Они соревновались по 8 видам спорта. Бег на короткой дистанции, велогонки, прыжки в длину, броски мяча в корзину, тартс и другие. Подобные мероприятия для детей-инвалидов в нашем городе проводятся довольно редко. И участники ждут их с нетерпением. Мы вообще очень рады, что мы попали в такую команду. Очень понравилось. У меня ребенок везде участвовал. И почаще бы таких мероприятий. Главными организаторами стали спорткомитет «Нефтекамска» и местная детская и юношеская спортивная школа. По словам их представителей, основной целью соревнований было сплотить детей и привлечь их внимание к спорту. Что им удалось сделать? Ведь, по мнению очевидцев, участники состязаний получили массу позитивной энергии, удовольствия и доказали, что спорт доступен каждому. Ксения Воробьева, Вероника Перминова, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова